В эфире Думская ТВ и наша постоянная колонка редактора. Я Олег Константинов. Здравствуйте. Поговорим о делах военных. Российские официальные лица и пропагандисты любят обсасывать тему милитаризации Украины, которая якобы только живет войной и планирует погубить всех русскоязычных младенцев до Урала. По традиции не упускают они и случая пнуть американскую военщину. Она тоже не спит, мечтая о захвате невероятных богатств России-матушки. Ну а последнее, само собой, главный борец за мир во всем мире и оплот пацифизма. И Крым отхватила не по причине своей агрессивности, а только ради защиты несчастных жителей полуострова от геноцида со стороны фашистующей укропни и натовского сапога, который после победы Майдана уже готовился вступить на исконно русскую крымскую землю. Ну, по поводу украинского милитаризма даже спорить не хочется. Это оксюмарон. Замечу лишь, что в пораженных вирусом милитаризма странах солдаты, как правило, обуты, одеты и хорошо вооружены. И привлекать волонтеров для сбора и доставки всего необходимого на фронт не нужно. Сложнее обстоят дела с милитаризмом американским. Это вроде как штука очевидная. И вооруженные силы у США самые большие и мощные, и тратят на оборону они больше других, и войны постоянно устраивают. В связи с этим тезис о заправляющей всем в Вашингтоне военщине обычно под сомнение не ставится. Однако и здесь, кажется, мы имеем дело с пропагандистским штампом. Нет, по военным расходам, количеству солдат, самолетов и кораблей, штаты действительно впереди планеты всей. Но так ли опасная эта махина для прогрессивного человечества? И кто более нацелен на войну? Америка беззубого, фигурально, Барака Обамы или Россия очень даже зубастого Владимира Путина? Сравним ядерные потенциалы обеих стран и, самое главное, их эволюцию за последнее время. С 2011 года Соединенные Штаты планомерно сокращали свои арсеналы, в то время как Россия столь же планомерно их увеличивала. Причем только в этом году Москва поставила на вооружение больше ста боеголовок. В результате наши северо-восточные соседи впервые за много лет превзошли своих стратегических оппонентов по количеству боеголовок на развернутых носителях. В отличие от США, Россия активно обновляет парк межконтинентальных ракет. Американцы до сих пор держат в шахтах Minitmen-3, принятые на вооружение в 1970 году, и Trident-2 с 1990 года. Производство новых боеголовок прекратилось в 1997 году. Россияне же десятками клепают Тополи-М, 1997 год, постановки на вооружение, Ярсы-2009, Булавы-2012, Синеву-2007, на подходе Рубеж и Сармат. Похоже, они к чему-то готовятся. Но к чему? Аналогично обстоят дела с противокорабельным оружием. Американские военно-морские силы считаются самыми мощными и современными на Земле. Россия удерживает второе место. Но единственной специализированной противокорабельной ракетой у них остается «Гарпун», принятый на вооружение в 1980 году. Уже Советский Союз далеко обогнал американцев в этой сфере. Гранит, москит, вулкан. А современный российский ВМФ, кроме советского наследия, грозит кораблям вероятного противника новейшими Х-35 и Ониксами. Не в пользу США и сравнение темпов обновления флота. В этом году ЮСНЕВИ пополнились восемью боевыми кораблями, в том числе двумя атомными подлодками с ракетно-торпедным вооружением, эсминцем проекта DDG-51, четырьмя боевыми кораблями прибрежной зоны и плавучей базой. ВМФ России уже получил и получит до нового года более 50 боевых кораблей судов обеспечения различных классов, среди которых две атомные и столько же дизель-электрических подлодок, фрегат «Горшков», корвет «Стойки», малые артиллерийские корабли «Град-Свиярск», «Углич», «Великий Устюг», четыре противодиверсионных катера проекта «Грачонок», два патрульных катера «Раптор», восемь десантных катеров. Не менее стремительно происходит в России обновление авиационного парка. До конца года ВВС Федерации пополнится 150 самолетами и вертолетами. Данных по США, к сожалению, нет. При этом средний возраст российской военной авиатехники составляет сегодня 10 лет, американской – 17. Танки. В этом году в российские сухопутные войска поставят 150 бронированных машин. Американцы закупок не планировали. И так по всем пунктам. Военный бюджет России растет в ущерб социалке, американский сокращается, причем такими темпами, что у вашингтонских ястребов волосы дыбом встают. Военщина плачет горькими слезами и увольняется. И кто после этого милитарист? Конечно, пока вооруженные силы «миролюбивых» россиян уступают предмету их зависти и ненависти. Но тенденция, согласитесь, говорит сама за себя. Тем более, что вооруженные силы России не так распылены, как американские. Ну и последнюю войну США развязали в 2003-м. С тех пор Россия поставила на колени Грузию, отгрызла от Украины Крым и подожгла наш Донбасс. А Америка, наоборот, уходит из поставленных было под контроль регионов. Третий рейх накануне Второй мировой был слабее любой из великих держав того времени. Однако это не помешало Гитлеру развязать бойню. При этом Адольф Алоизович тоже называл себя миротворцев, а своих врагов проклятыми империалистами. В этом плане ни он, ни Путин не выдумали ничего нового. Помните, кто громче всех кричит «держи вора»? Это была колонка редактора на Думской ТВ. Я, Олег Константинов, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин